Здравствуйте! Во многих случаях прокуратура становится последней инстанцией, в которой обращаются граждане, чтобы добиться справедливости. Поэтому, если у вас есть основания полагать, что происходит нарушение закона, вы вправе обратиться в прокуратуру. Ваше обращение рассмотрят, проведут проверку, и если факт нарушения будет установлен, то встанет вопрос о наказании виновного и прекращении нарушения. В рамках своих полномочий прокурор вносит представление руководителям организации, возбуждает административные дела, а также применяет иные меры прокурорского характера. Это программа «Прокурор в теме», и сегодня я беседую с прокурором города Самары Артемом Владимировичем Ерыгиным. Здравствуйте! Добрый день! Ну что же, в 2021 году прокуратурой области проведена значительная работа по укреплению законности и правопорядка, защите прав и свобод человека и гражданина, государственных и общественных интересов, а также повышению эффективности работы с преступностью. Скажите, пожалуйста, вот какие результаты этой именно работы вы можете озвучить? Да, 2021 год был достаточно насыщен на события. Мы активно работали по снижению уровня преступности совместно с органами правопорядка, и это нам удалось. Снижение уровня преступности составило 5%. Ну, я думаю, это ни о чем не скажет простому жителю нашего города. Но, тем не менее, я бы хотел отметить, что у нас уменьшилось количество убийств, значительно у нас уменьшилось количество тяжких телесных повреждений, у нас уменьшилось количество преступлений, связанных с корыстным хищением чужого имущества, кражем, мошенничеством и другие подобные преступления. Поэтому, полагаю, что такой год был достаточно активный, насыщенный и позитивный с точки зрения нашего влияния на состояние преступности. Но все-таки согласитесь вы со мной или нет, что приоритетными остаются вопросы защиты трудовых, социальных, жилищных прав граждан. Вот я прошу вас сейчас привести пример конкретной помощи населению. Да, Елена, вы абсолютно правильно акцентировали внимание на тех приоритетах, которые являются важными, главными для нас в постоянной работе. И это, несомненно, трудовая сфера. Обеспечение прав, трудовых прав граждан. И здесь наше влияние выражается в том, на какую сумму снизились долги работодателя перед населением. И вот здесь я хотел бы отметить, что по состоянию на 1 января 2021 года такой долг составлял более 200 миллионов рублей перед гражданами. За год нам удалось снизить его практически на 150 миллионов рублей. И я полагаю, что это яркий пример нашей активной работы именно в социальной сфере трудовой. Кроме того, если касаться социальных отношений, то здесь мы работаем и в сфере защиты прав инвалидов, и в сфере защиты прав, скажем так, социально незащищенной категории граждан. И маленькие примеры. Совместно с органами местного управления нам в этом году удалось обеспечить переселение более 450 семей. Площадь расселенных составила 19 тысяч квадратных метров. Кроме того, необходимо сказать, что мы в этой сфере активно работали и по защите прав дольщиков. В едином реестре проблемных объектов по состоянию на 1 января 2021 года состоял 21 дом. Фактически брошенный еще в период с 2003 по 2015 год. В этом году нам удалось обеспечить защиту дольщиков по 8 домам. 8 домов вышли из этого единого реестра. И, соответственно, проблемы этих граждан были решены. Жилищная проблема, что немаловажно для жизнедеятельности. Абсолютно верно. То есть мы обеспечили, я еще раз говорю, 450 семей нормальным, комфортным, достойным жильем. Вот вы знаете, немножечко давайте остановимся на защите трудовых прав. Можете сейчас рассказать, в каких случаях у гражданина нарушаются трудовые права и стоит обращаться не в какие-то иные ведомства, а именно в прокуратуру? Вы знаете, Елена, что можно обращаться к нам по любым, в принципе, вопросам, связанным с защитой трудовых прав граждан. И, соответственно, не надо ничего дожидаться, если в течение месяца работодатель не выплатил заработную плату, а вернее два раза в месяц, как это положено по закону, то, соответственно, может обратиться любой гражданин и прокуратуру района, и прокуратуру города, и, соответственно, государственную трудовую инспекцию. И его права будут обеспечены, защищены в любой из перечисленных мной структур. Но ведь не только заработная плата нарушается права граждан. Какие вот еще трудовые притеснения, если можно так сказать, вот как вы совершенно верно сказали, простым человеческим языком могут нарушаться права граждан именно на работе? Вот смотрите, мы в этом году, уже в этом году провели работу муниципального предприятия «Метрополитен». и установили факт того, что работники этой организации не получали форменное омудирование. И, соответственно, мы предъявили в их интересах исковые заявления о том, чтобы эта форма была предоставлена. Аналогично мы работаем и посредством индивидуальной защиты работников. То есть мы проводим проверки организаций, предприятий, учреждений на предмет обеспечения их средствами индивидуальной защиты. Кроме того, каждое рабочее место должно пройти специальную оценку по охране труда. И в том случае, если этого нет, то опять же мы ведем, проводим достаточно активную исковую работу. Кроме того, хотел бы отметить, что, ну, соответственно, учитывая, что у нас многие производства достаточно такие тяжелые, трудные, механизированные, несчастных случаев не избежать на производстве. И они у нас на территории города есть. И вот здесь наша работа, наша цель – обеспечить защиту права каждого пострадавшего, а также членов его семьи. И даже если человек погиб, ну, такие факты бывают, к сожалению, мы формируем в настоящее время исковую практику по взысканию и ущерба с работодателя и возмещению его работнику или членам его семьи. И вот в этом также наша достаточно такая активная принципиальная позиция – работа. Замечательно. Артем Владимирович, скажите, пожалуйста, но вот бывают такие случаи, и одинаковое ли внимание прокуратура уделяется как частным работодателям, я имею в виду ИП, муниципальным и государственным. Даже если небольшая организация, а нарушаются там права граждан, займется ли прокуратура вот за выявлением таких нарушений? Безусловно, любое правонарушение именно в сфере труда, любые нарушения трудовых прав граждан не останутся незамеченными со стороны прокуратуры или других заинтересованных в этом структуру. И перечень источников, информации о том, где и какие права нарушаются, у нас достаточно широк. Мы взаимодействуем с пенсионным фондом, мы взаимодействуем с социальными службами, фондами социального страхования, центром занятости населения, который предоставляет нам информацию, которая может свидетельствовать о нарушении трудовых прав граждан, в том числе неуплата зарплаты. Если отчисления из организации нет в этой структуре, то, соответственно, это говорит о том, что и зарплаты там не платятся. Поэтому мы выходим, проверяем и еще раз говорю. Если обращаться к статистике, то здесь тоже работодатели иногда, в общем-то, ну, что греха таить, маркета нет. То есть не уведомляют органы госстатистики о том, что у них есть задолжение по зарплате. И мы ее выявляем, еще раз говорю, нашими медными средствами. И, по большому счету, та задолженность, которую я назвал, она латентная, по многому была. И мы ее выявили, и мы ее погасили. К следующей теме переходим. Я прошу вас рассказать, как на сегодня защищены права несовершеннолетних, пенсионеров и инвалидов. Очень хороший опрос. Несовершеннолетние в зоне постоянного внимания прокуратуры, как города, так и районного звена. И здесь необходимо сказать, что наше влияние, наше внимание этим процессом, и несовершеннолетнего, оно многогранно. И одной строкой их не обозначить. Необходимо сказать, что, в общем-то, наше внимание на сегодняшний день приковано к реализации национального проекта демографии. То есть, учитывая то, что, в общем-то, рождаемость достаточно высокая, город Самара не испытывает недостатков несовершеннолетних, детях, там, и так далее. Это к счастью. И, соответственно, наша заинтересованность совместно с властью, это создание дополнительных мест образовательных учреждений. Я бы хотел сказать, что вот нацпроект в городе Самаре в прошлом году реализован на 100%. У нас создано более 900 мест в дошкольных образовательных учреждениях. Да, есть проблемы, я не собираюсь их замыливать. Это вот касаемо ввода в эксплуатацию двух детских садов новых. Эти объекты не были введены в эксплуатацию в свое время. Но это не означает, что они остались без нашего внимания. Мы приняли все абсолютные меры, чтобы, хоть и с нарушением, но эти объекты в этом году, уже в первом полугодии, приняли детей. И еще раз говорю, наши оценки таким срывом в отношении застройщиков и подрядчиков, соответственно, очень жесткие. И мы над этим очень плотно работаем. И штрафные санкции там высокие применяются, и другие меры прокурорского реагирования. А если такие, еще раз говорю, моменты будут затягиваться и принимать форму системы, ну там до уголовного преследования недалеко. Поэтому полагаю, что, и сейчас вот обращаюсь уже к подрядчикам, что вы свои обязательства перед населением выполните все в срок, и дошкольные учреждения, которые должны были пущены в прошлом году, в этом году примут детей. Кроме того, по несовершеннолетним очень активно мы работаем над решением вопросов детей-сирот. В прошлом году 169 детей-сирот получили благоустроенное, хорошее жилье. В том числе большая часть по нашим исковым заявлениям прокуратуры. В этом году 109 детей-сирот по нашим исковым заявлениям также получат благоустроенное жилье. Но чтобы полностью картину представлять, получили, а должны получить были? Получить должны были раньше. Прокуратура выявила факт того, что, скажем так, очередность не была соблюдена, предъявила исковые заявления, органы прокуратуры предъявили, и, соответственно, обеспечили через судебное решение предоставление этого жилья несовершеннолетним. И вот еще раз говорю, уже в этом году 109 несовершеннолетних получат по решению суда, по нашим искам, и еще порядка 100 детей получат, те, которые должны были получить по очередности, по списку. Итого 211 сирот в этом году получат благоустроенное, хорошее жилье. Ну и хорошо. И про инвалидов? По инвалидам также мы очень плотно работаем. И я бы хотел отметить, что длительное неисполнение решения суда отдельным должностным лицам, именно решение суда в отношении инвалидов, о предоставляеме жилья инвалидам, отдельным должностным лицам стоило уголовное преследование. Мы возбудили уголовное дело, сейчас оно готовится к передаче в суд. И, соответственно, что меня радует, и не может не радовать, это решенные проблемы жилищных, конкретных семей с детьми инвалидами. Я еще раз говорю, очень этому рад. Артем Владимирович, продолжая разговор, мы поговорили с вами о безопасности на предприятиях, но ведь есть еще и вопросы и экономики, и экологии. Расскажите, пожалуйста, какая работа ведется в направлении предпринимателем, в этом направлении, ну и, конечно, под защитой прокурорского надзора. Да, тема защиты бизнеса, она, безусловно, является приоритетной в повестке дня нашего государства. И еще раз говорю, это не высокопарные слова. Я бы хотел отметить, что за прошлый год мы отклонили порядка 40% предложений органов контроля о проверке бизнеса. 40% от заявленных. А чем они инициированы были? Ну, инициированы были разными причинами, но, тем не менее, еще раз говорю, в силу того, что согласуют проверки внеплановой прокуратуры города и районов, ну, на нашем уровне, то, соответственно, мы проверяем законность, обоснованность, необходимость такого рода проверок. И вот еще раз говорю, мы соотносим интересы бизнеса, мы соотносим интересы граждан, мы соотносим интересы органов контроля и принимаем взвешенные решения. И порядка 40%, еще раз говорю, процентов всех заявленных внеплановых проверок в этом году были отклонены. Ну, второй момент, это, конечно же, устранение разного рода барьеров в деятельности бизнеса. Они, еще раз говорю, может быть, наши шаги незаметны иногда. Может быть, многие считают, что это не так уж и существенно. Но я полагаю, что это очень такие, мы принимаем взвешенные решения. В частности, допустим, да, не без нашего участия в городе разрабатывается административный регламент по включению и исключению в схемы НТО определенных объектов. То есть, схема НТО — это нестационарный торговый объект. Каждый, кто претендует на включение в такую схему и размещение такого объекта, будет четко понимать, как включат этот объект в схему, как исключат, по каким основаниям. И здесь не будет никакого коррупционного риска или коррупционного усмотрения со стороны отдельно взятых должностных лиц. Кроме того, очень активно мы обеспечиваем факт того, чтобы органы правопорядка не злоупотребляли своим правом в отношении давления над давлением на бизнес. И на озор за оперативной родственной деятельностью, и на озор за следственным дознанием находятся в наших руках. Еще раз говорю, мы очень взвешно подходим к тому, чтобы возбуждать дела в отношении представителей предпринимательского сообщества. И, соответственно, избрание в отношении предпринимателей какого-либо процессуального давления. Очень важный вопрос, потому что не раз мы с вашими коллегами говорили, что прокуратура особое внимание уделяет еще и защите прав граждан на доступную медицинскую помощь, на бесперебойное лекарственное обеспечение, своевременное и, самое главное, в полном объеме получения медицинскими работниками выплат. Вот давайте об этом поговорим. Абсолютно, опять же, верное замечание. Достаточно такие у вас опросы острые, злободневные, обеспеченные лекарственными препаратами, защита прав инвалидов именно и пенсионеров на своевременную медицинскую помощь, даже находятся в зоне нашего постоянного внимания. Опять же, пределы компетенции прокуратуры, потому что, по большому счету, многие опросы закрываются с точки зрения надзора контроля другими структурами. Росздравнадзор, Роспотребнадзор и другие. Но, тем не менее, мы не остаемся безучастными к этой тематике. В частности, в прошлом году мы достаточно активно проверяли позиции, связанные с предоставлением с выдачей граждан рецептов, чтобы своевременно всем, кому это положено, выдавались рецепты, чтобы в них, в этих рецептах, предусматривались те лекарства, которые необходимы для реального, допустим, лечения пациента. Чтобы исполнялось требование закона о так называемых отложенных рецептах. Если человек обращается, допустим, в аптеку за каким-то лекарством, говорят его, что его нет, еще раз говорю, то есть этот рецепт должен быть удовлетворен в будущем, когда это лекарство поступит. Многие об этом не знают. А какой срок исполнения этого рецепта? Вот на такие детали, конечно, Лена, я не отвечу, к сожалению, еще раз говорю. То есть, если более подробно кому-то нужна такая консультация, да, естественно, я не откажу в более тесном формате общения, скажем так, на приеме, или где-то еще, либо дадим разъяснение. Тем не менее, такая практика такая есть, такие нормы законные есть. Что касается других тем, то есть это, опять же, ценообразование на лекарственные препараты, обеспеченность аптечных сетей необходимым перечнем лечебных аппаратов, препаратов. Мы выявляли нарушения в этой сфере, и в сфере ценообразования, и в сфере наличия аптек необходимого перечня. На это все влияли, в том числе и посредством применения административного принуждения. Подскажите, пожалуйста, вот март месяц на дворе, да, уже середина, можно сказать, но тем не менее, про зиму в этом году, снежную, вспоминаешь, ну, как минимум, с содроганием, да. Проблемы были с очисткой дорог. Вот скажите, пожалуйста, прокуратуре и с какими нарушениями пришлось столкнуться? К сожалению, к сожалению, я говорю о том, что, в общем-то, нам в этом году пришлось очень основательно вмешаться в процесс очистки города от снега, очень основательно. Ну, я пару цифр приведу о том, что, собственно говоря, органами прокуратуры города, прокуратуры города, районов, было выявлено более тысячи нарушений законно в этой сфере. Было реализовано порядка 500 актов прокурорского реагирования, именно направленных на привлечение к административной ответственности. Были реализованы и иные меры понуждения со стороны прокуратуры. Значит, также, как вы, наверное, знаете, и, собственно говоря, мы это писали и размещали в средствах массовой информации, значит, нами завершается расследование уголовного дела по факту злоупотребления, связанных с очисткой города в прошлый зимний сезон. В этом году мы также были вынуждены реализовать и такого рода мероприятия по проведению доследственных проверок. нами изымались документы у отдельно взятых подрядчиков и управляющих компаний для оценки уже их деятельности плоскости уголовно-правовой. Что хотел бы сказать, что понятно, что все проблемы города одним мерами принуждения не решить. И еще раз говорю, и в этом аспекте мы взаимодействуем с властью и еще раз говорю, пытаемся через предостережение эти вопросы закрыть, и через систему международных совещаний и так далее. Но отдельно взятая тема, все-таки еще раз говорю, мы будем очень внимательно изучать вот уже весной или летом для того, чтобы выработать систему и алгоритм наших действий на предупреждение такого рода фактов, как в эту зиму. Когда управляющие компании не пойми, чего ждут, ТСЖ не пойми, чего ждут, разного рода организации, которые имеют парковочные места там тоже не пойми, кого ждут для того, чтобы им очистили их, скажем так, парковочные места от снега, льда и прочего-прочего. То есть некоторые товарищи занимают, конечно, такую иждивенческую позицию. И здесь, я думаю, мы с главой города соответственно проведем ряд мероприятий по разъяснению и ответственности и по разъяснению, еще раз говорю, обязанностей всех и вся организации, которые должны быть задействованы в системе уборки снега. И соответственно содержание придомовой территории. Поэтому, еще раз говорю, выражаю надежду на то, что и уверенность в том, что все-таки работа над ошибками этой зимы будет сделана очень основательной. И соответственно таких вот последствий, как в этом году, не повлечет. Но вот если оставаться в теме ЖКХ, нерадивые управляющие компании, если они не выполняют свои прямые обязанности, конечно, я понимаю, есть и надзорные органы, да, это государственная жилищная инспекция, но вот тем не менее, когда и в каких случаях уже стоит обращаться в прокуратуру, вы все-таки крайний или первый орган, куда стоит жаловаться в первую очередь? Управляющие компании, ТСЖ, это, конечно, зона ответственности и государственной жилищной инспекции. Но учитывая, еще раз говорю, то, что многие органы контроля испытывают проблемы и не могут охватить все управляющие компании, ТСЖ, и так далее, мы однозначно подключаемся в любых опросах. То есть, понятно, что весь город мы своим штатам охватить не можем, допустим, да, но точечно, скажем так, на какие-то жалобы, на обращения там и так далее, мы обязательно всегда бы отработали в любом случае. И вот здесь, конечно, по управляющим компаниям, то есть, я думаю, что мы наладим практику дисквалификации тех руководителей управляющих компаний ТСЖ, которые не слышат упорно власти контроля надзорной структуры. Других вариантов, да, я вот просто не вижу. Артем Владимирович, вот если все-таки говорить языком цифр, сколько на всего было выявлено нарушений, вынесено предписаний, составленных актов, ну и, конечно, какие все-таки проблемы лидируют? Ну, смотрите, в прошлом году органам прокуратуры города было выявлено и пресечено более 32 тысяч нарушений закона. 32 тысячи нарушений закона только на стадии надзора за исполнение федерального закона. На стадии надзора за следственным дознанием органам прокуратуры города и района было выявлено и пресечено более 60 тысяч нарушений закона. жал поступило, опять же, прокуратуру города и района 32 тысячи. Вот. И, соответственно, они были отработаны, рассмотрены. Понятно, есть, может быть, и недостатки или какое-то несогласие граждан с отдельно взятыми ответами или выводами. Но, тем не менее, мы их рассмотрели, мы постарались проблем решить. По актову реагирования также, то есть, ну, цифры достаточно значимы. Это одних исков, опять же, наши сотрудники предъявили в защиту прав граждан более 2,5 тысяч. К административной ответственности привлечено порядка 2 тысяч должностных лиц. Ну, цифры впечатляют. Очень впечатляют. И это, в принципе, если посмотреть, то личный состав прокуратуры города и района составляет 154 человека. Предвосхитили мой вопрос. Как раз, я говорю, как же столько решает прокуратура вопросов, проблем, столько обращений. Это нужно их все отработать, ну, соответственно, довести дело до конца и профессионально с этим справиться. Давайте поговорим, вот, ну, мне очень любопытно, кто работает в прокуратуре Самары, что это за специалисты, ну, и как вот вы их оцениваете труд? Елена, я оцениваю труд своих подчиненных как достойный, профессиональный. Я бы хотел сказать, что у нас в настоящее время, конечно, доминирует уже молодежь, вот, ну, я скажем так, до 30 лет. Да, это, наверное, половина нашего личного состава. Вот, есть, конечно, работники опытные, наставленники, которых мы с большим к ним уважением относимся, с трепетом, к тому, что они передают свой опыт, они передают свои знания и так далее. Вот, хотел бы отметить женский труд вот в органах прокуратуры города и района. У нас женщина такая основная боевая единица, я бы сказал. Поэтому, выражая, конечно, всему личному составу прокуратуры города и районов большое уважение, огромные слова, огромные благодарности, ну, и, соответственно, выразить надежду на то, что в этом году и последующие годы труд будет настолько же эффективным. Ну, и продолжая актуальные вопросы, давайте поговорим о противодействии коррупции, сколько прокурорами было вскрыто нарушение закона, ну, и, конечно, в том числе утраты доверия. Да, к сожалению, мы не исключили коррупцию в нашем обществе, но мы над этим работаем. Я бы хотел, еще раз говорю, заверить наших жителей нашего города о том, что мы над этим очень активно работаем. Порядка тысячи нарушений коррупционных было выявлено в городе в этом году. За утрату доверия было уволено шесть человек, то есть шесть должностных лиц, причем это не рядовые должностные лица. Многие нас иногда упрекают, что вот по верхам где-то, по мелочам там и так далее, это совершенно не так. Значит, утрата доверия и увольнение за утрату доверия это достаточно серьезный шаг. Это серьезный, конечно. И это очень большое, скажем так, клеймо на биографию лица, которое увольняется. И никто просто так по своему желанию по такой статье не увольняется. Поэтому для того, чтобы собрать доказательственную базу, для того, чтобы сформировать акт прокурорского реагирования и позиции в суде, это труд очень многих людей. И поэтому еще раз говорю, я оцениваю увольнение шести этих людей как большой титанический процесс моих подчиненных. Но тем не менее они были необходимыми. Мы исключили лоббирование личных интересов вот этими увольнениями. Мы исключили влияние личных интересов на распределение благ, имущественных благ, скажем так. Мы устранили этим самым административные барьеры. Поэтому этот процесс очень сложный. Но опять же, наша борьба с коррупцией не только заключается в этом. Органы прокуратуры города и правопорядка пресекли в этом году, вернее, в истекшем году, более 400 преступлений коррупционного толка. Более 400. Опять же, какой труд был в это вложен. А административная практика, опять же, это нарушение коррупционных норм государственными служащими, муниципальными служащими. Опять же, дача взятки в интересах юридического леса. Это, опять же, десятки административных производств, рассмотренных судом, и наши все требования были удовлетворены в этом аспекте. Поэтому работа на ними, борьба с коррупцией проведена очень такая достойная, активная и разноплановая, я бы сказал. А можете выделить какие-то лидирующие сферы, в которых чаще всего происходят вот такие коррупционные нарушения? Там, где есть деньги, есть определенные проявления коррупции, к сожалению. Там, где есть имущество муниципальным государственным, там, где можно поживиться, там, где есть мутная вода, я бы сказал, да, вот сейчас мы активно с главой города работаем на тему инвентаризации муниципального имущества, муниципального жилого имущества. Жилых и объектов. Для того, чтобы всякую там муть и мутную воду в этом аспекте исключить. Чтобы был прозрачный процесс, еще раз говорю, предоставления жилья, чтобы был прозрачный процесс его получения заинтересованными структурами. Скажите еще, пожалуйста, какие можете озвучить приоритетные направления прокурорского надзора вот именно на текущий год и отметить, конечно, важность решения проблем каждого жителя нашего города Самара? Да, вот в этом году, конечно, приоритетным направлением, как и в прошлые годы, это, естественно, социальная сфера. То есть мы будем принимать все необходимые меры к тому, чтобы социальная сфера была прозрачная, была законная и обоснованная. То есть это, опять же, заработные платы, это, опять же, трудовые отношения в любых аспектах. Это помощь инвалидам, пенсионерам. Это нормальная цена на лекарственные препараты. И, соответственно, конечно же, попутно люди вложились в долевое строительство. Значит, люди рассчитывают на переселение в нормальное жилье. Все эти процессы будут сопровождаться нами очень активно. Ну что же, спасибо вам большое. Наше время подошло к концу. Я благодарю вас за очень профессиональные, компетентные ответы. Спасибо. Спасибо всем тем, кто был сегодня с нами. Вы смотрели «Прокурор в теме». Ну а как вы сегодня смогли убедиться, прокурор действительно в теме. Всего хорошего. До свидания.